Турция не получила никаких конкретных предложений в ответ на свою обеспокоенность вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил президент страны Реджеп Таип Эрдоган. Он возмущен тем, что Стокгольм и Хельсинки поддерживают курдов, против которых Анкара начинает новую спецоперацию. Она пройдет на севере Сирии. Так Эрдоган по сути повышает ставки, торгуясь с Западом по целому рядов вопросов. Президент Эрдоган и раньше не скрывал, что Анкара готовит в Сирии новую военную операцию. Теперь же о ее начале он громогласно объявил с трибуны в турецком парламенте. «Мы переходим к новому этапу процесса формирования зоны безопасности на 30 километров вглубь Сирии от южных границ Турции. Мы очищаем Тельрифат и Манбиджет террористов. Затем от боевиков будут поэтапно зачищены другие оставшиеся сирийские районы вдоль границы с Турцией. Посмотрим, кто поддержит эти законные шаги Турции в сфере безопасности, а кто попытается выступить против. Про кого говорит Эрдоган понятно. Это в первую очередь Швеция и Финляндия, которые стремятся вступить в НАТО, но при этом поддерживают курдов тех, против кого Анкара и проводит очередную военную операцию. Причем бьет с дальним прицелом по зоне интересов США. С ними Турция намерена как поторговаться за расширение альянса, так и свести давние счеты. Соединенные Штаты считают все курдские формирования вот эти сирийские демократические силы своими союзниками. Они неоднократно об этом заявляли. Соответственно, если США эту операцию допустит, то другие ближневосточные союзники США, которые после ухода американцев из Афганистана перестали. Скажем так, доверять Вашингтону как своему ближайшему партнеру в сфере безопасности, то это недоверие усилится еще больше. И такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет будут еще больше стараться диверсифицировать свои внешние связи, объясняет член Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. США уже пытались помочь курдам создать свое государство на севере Сирии. Тогда Анкара провела операцию «Щит Ефрата», взяв под контроль районы к востоку от реки. А теперь намерена завладеть и западными, таким образом расширив 30-километровую зону безопасности, которая появилась в 2019-м в ходе другой операции «Источник мира». В Вашингтоне уже занервничали. Мы противостоим любой эскалации на севере Сирии. Мы опасаемся, что наступательная операция подорвет региональную стабильность. Совместно с партнерами мы продолжаем противостоять ИГИЛ, запрещена в РФ, в Сирии. «И мы не хотим, чтобы произошло что-то, что может подорвать усилия, приложенные к тому, чтобы сдержать террористов в тех границах, в которые мы их загнали», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Загнали» выходит в Манбидж и Тельрифат. Именно оттуда, как утверждает Анкара, регулярно наносятся удары по военным турецким объектам. В район операции «Эрдоган» намерен отправить около 50 тысяч военнослужащих, а также истребители F-16 и беспилотники. Однако оба города, выбранные целью, расположены в провинции Алепа, где присутствуют и вооруженные силы России. Мне кажется, с Москвой она согласована, хотя бы потому что мы знаем, что сейчас в некоторых точках, где именно планирует проводить операцию Турция, там есть влияние российской стороны. Россия, кстати, всегда проявляла понимание к озабоченностям турецкой стороны в отношении курдских группировок на севере Сирии, говорит автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Ешар Нейзбаев. Уже на следующей неделе в Анкаре встретятся министр иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлюд Чавушаглу, который уже анонсировал, что в рамках рабочего визита будут и переговоры военных делегаций двух стран. Впрочем, еще один очаг напряженности острова в Эгейском море. Анкара спорит с Афинами за их принадлежность и настаивает на домилитаризации. Во вторник я сказал министру иностранных дел, чтобы мы разорвали соглашение о проведении заседания стратегического совета высокого уровня с Грецией. Неужели вы не извлекаете уроков из истории? Где вы были в прошлом и где вы сейчас? Не пытайтесь танцевать с Турцией, а то вы устанете и останетесь на дороге, заявил Эрдоган. Эрдоган взбешен политическими по-греческого премьерами Цатакиса. Еще в марте он встречался с турецким президентом в Стамбуле, где тоже обсуждался вопрос островов. А уже в мае прилетел в Вашингтон и назвал Грецию самым надежным партнером США. Эрдоган заподозрил в этом попытку заблокировать продажу Анкаре американских истребителей F-16, на что уже почти согласился Конгресс, и заявил, что такого политика как греческий премьер, для него больше не существует. Вот к чему может привести слишком резкая смена партнеров. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. Смотрим Телеграм и Яндекс Дзен, вести.ру одноклассники, ВКонтакте, Яндекс Дзен и Телеграм.